Вновь не сказал ни слова. В Барнауле сегодня могут определить меру наказания виновнику смертельной аварии Александру Руденко. Пособия по уходу за детьми инвалидами увеличат на сколько? С бензопилой и на каблуках профессию вальщика леса осваивают дамы-журналисты. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня в Центральном суде Барнаула проходит предположительно последнее заседание по делу Александра Руденко, виновника автоаварии, в которой погибли три человека. В октябре прошлого года Александр Руденко на своем БМВ на скорости свыше 150 км в час врезался в автомобиль. В результате столкновения погибли трое пассажиров, женщины и две девочки трех и пяти лет. Сам Руденко в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и в аварии почти не пострадал. Обвиняемого судят по 264 статье Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц. На предыдущем заседании суда обвинитель предложил свою меру наказания 8 лет и 11 месяцев лишения свободы. Надеемся, что об окончательном решении судом узнаем уже сегодня. Подробности в нашем вечернем выпуске. А накануне в Барнауле насмерть сбили 10-летнего мальчика. Несчастный случай произошел вечером на улице Парфенова. По информации ГИБДД, ребенок переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил 33-летний водитель, который был за рулем Хонды. От полученных травм юный пешеход скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии. Рассчитают в ближайшие дни в прокуратуре рассмотрели многочисленные обращения работников бийского филиала Новосибирского мелькомбината, которые жаловались на задержку заработной платы. Исковые требования направлены в суд. Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены привлечь к ответственности и руководителя данной организации. Подробности в сюжете. Большие долги накопились не только у предприятия перед работниками, но и у работников перед банками и своими знакомыми. Люди для того, чтобы хоть как-то прожить, вынуждены брать деньги взаймы. Людям нужны и коммунальные услуги, и жить на что-то. То есть, что думают, о чем вообще заботятся для рабочих, о чем они вообще думают, непонятно вообще. Порядка ста сотрудников бийского филиала Новосибирского мелькомбината не получают вовремя заработную плату. Для того, чтобы отстоять свои права, людям пришлось идти в прокуратуру и писать коллективное письмо депутату АКЗС Андрею Абрамову. Представитель бийска в краевом парламенте в тот же день направил в правоохранительные органы официальный запрос. И сегодня стало известно, что людей рассчитают в ближайшие дни. В адрес директора управляющей организации предприятия направлена повестка, извещение о необходимости явки в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса России об административных правонарушениях по факту несвоевременной выплаты заработной платы. Проблемы с выплатой заработной платы на предприятии начались еще в прошлом году. По словам сотрудников, руководство каждый раз говорило о предстоящем рассвете и просило немножко подождать. Многие не выдерживали и писали заявление на увольнение. Расходы дохода. Дмитрий Васильев не так давно тоже был в штате бийского филиала новосибирского мелькомбината, но решил забрать трудовую книжку. От стабильной задержки зарплаты молодой человек устал. Приходить домой с пустыми руками уже надоело. Дмитрию деньги в связи с увольнением уже выплатили, а всем остальным долги по заработной плате обещают вернуть уже на этой неделе. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. БИСК. Специально для наших новостей. В этом случае, наверное, стоит сказать, дождались. С 1 июля в два раза увеличат пособия по уходу за детьми и инвалидами. В Алтайском крае новую выплату начнут начислять в соответствии с указом президента, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас размер материальной помощи составляет 5500 рублей, поднимется до 11500 или 12000. Разница зависит от регионального коэффициента. Сейчас в крае такие выплаты получают более 8000 семей. Напомним, на пособие может претендовать один из нетрудоустроенных родителей или опекунов ребенка-инвалида. Кроме того, уход засчитывается в трудовой стаж пенсионного фонда. Этот эксперимент в трудовой стаж не зачтут, но эмоции участники проекта «Журналист меняют профессию» получат и уже получают множество. Напомним, больше 50 журналистов осваивают навыки автомехаников, строителей, кинологов, флористов, электромонтажников и даже вальщиков леса. Накануне представители СМИ отправились в Павловский район, в самую гущу леса, чтобы срубить деревья, которые отжили свой век. Наравне с мужчинами валила лес и главред комсомольской правды Барнаул Ольга Ведерникова. С бензопилой и на каблуках Ольга Ведерникова уже давно разрушила стереотип о том, что предназначение женщины стоит только у плиты. Помимо журналистики, она в совершенстве освоила такие профессии, как сварщик, плиточник, а теперь покоряет куда более мужскую специальность – вальщик леса. И вот ее первое заваленное дерево. Знаете, у меня сердце кровью обливается, если честно, перед тем, как начали валить. Как-то жалко. Ну, понимаю, что на самом деле это нужно, потому что дерево было перестоено, сухое и так далее. Поэтому, наверное, надо это делать. Профессия вальщик леса довольно редкая, но востребованная. На работу берут лишь здоровых, сильных и выносливых. Кстати, чтобы свалить одно дерево, требуется всего 5-7 минут. Вроде немного, но во время валки с непрофессионалов стекал седьмой пот. Когда смотришь за работой профессиональных вальщиков, кажется, что это легко. А когда заступаешь на их место и берешь их инструмент, понимаешь, что эта работа физически трудная и легкость эта видимая. Многие до сих пор считают, что валить лес нельзя, однако это не совсем так. Вальщики срубают лишь больные деревья, те, которые отжили свой век, иначе они бы сгнили. К тому же из дерева можно смастерить все, что угодно. От предметов интерьера до особняка. А значит, участники конкурса, журналисты меняют профессию, осваивают полезную и востребованную специальность. К слову, по итогам обучения они получат специальное удостоверение о прохождении курса. А вдруг когда-нибудь решатся сменить профессию? Валентина Аскерова, наши новости. Ну а мне осталось рассказать вам о погоде. Спонсор прогноза Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. Почти на всей территории края значительно потеплеет. В Бийске до 8, в Вашиналя, в Белокурихе до 7, в Рубцовске до 11, в Барнауле днем до 4 тепла. А я напоминаю, телефон редакции в краевой столице 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.